Пурпуре плена элеганс Относится к группе витицелла. Цветы у него небольшие, около 6 см. И хотя по размеру цветка он сродни к лиматисам ботаническим, но все же относится к крупноцветковым. Все цветы густомахровые, многослойные. Лепестки закручены к внешнему краю. Они напоминают крохотные пиончики. Во время распуска цветы имеют насыщенный бордовый цвет, но слегка приглушенный, как бы припыленный. Обратная сторона лепестка немножко седоватая, но на солнышке цветы выгорают и становятся пурпурными, с хорошо заметным фиолетовым оттенком. Цветы на ощупь мягкие, бархатистые. Да, цветочки небольшие, но зато какое огромное количество их распускается. На одном побеге может быть более сотни. Из-за цветов практически не видно листвы. Сама ли она рослая и мощная, высота превышает 3 метра. Пурпурея плена элеганс – очень популярный и востребованный сорт, несмотря на его почтенный возраст. Почему? Да потому, что у него масса достоинств. Конечно, в первую очередь, это высокая декоративность за счет невероятно обильного цветения. Группа обрезки третья, моя любимая, почти под корень. Побеги сохранять не нужно. Цветет махровыми цветами на побегах текущего года. А это редкое качество для махрового клематиса. Годится для выращивания в зоне рискованного земледелия. Зона зимостойкости четвертая, переносит 40-градусные морозы. Это делает его желанным гостем в северных садах. Хотя зимостойкость зимостойкостью, а свой я все-таки лапником прикрываю. Очень длительный период цветения. С конца июня по сентябрь. И это не просто цветение. Это очень обильное цветение, а не одиночными цветами. Это один из самых долго цветущих клематисов в моем саду. Высокорослый, быстрорастущий, засухоустойчивый и нетребовательный к почвам. Хотя на слабокислых растет хуже, чем на щелочных. У меня два пурпуреа. Один растет на просторе, а другой по соседству с гортензией. Корневая разделена кусочком шифера. Так вот, тот, которому не повезло иметь рядом любительницу кислой почвы, совсем не так шикарен, как его везучий брат. Так что лучше ориентироваться на предпочтение, а не на выносливость. Теперь о капризах. Есть немножко и таких. Требует хорошего освещения. В полутени вы не увидите настоящего пурпуреа. Цветение его будет более чем скромное. Не любит близких грунтовых вод. Собственно, это можно отнести к любому клематису. Может поражаться грибковыми заболеваниями и вредителями. На моих пурпуреа за 8 лет роста пока ни те, ни другие замечены не были. Пурпуреа очень хорош для вертикального озеленения. Если вам нужно закрыть неприглядную стену, обвить арку или беседку, это к пурпуреа. Если хотите удивить друзей, превратив круглую опору посреди сада в цветущее дерево, это тоже к нему. Если вы начинающий садовод и мечтаете заняться выращиванием клематисов, смело начинайте с пурпуреа плена элеганс. Позаботьтесь о нем в первый год посадки и вы получите практически неубиваемое растение, которое вас точно не разочарует. На этом с вами прощаюсь. Всем хорошей погоды, насколько это возможно в ноябре. Всего доброго. С вами был канал Домик окнами в сад. Субтитры сделал DimaTorzok